как можно развить в себе уверенность и избавиться от страха и так прошлом видео мы с тобой определились что такое уверенный в себе человек теперь поговорим про то как же наработать каждый аспект уверенного бойца в конфликтной ситуации и так самое первое это твердая стойка при возникновении конфликтной ситуации нужно сразу стать в боевую стойку для разговора но делать это нужно естественно и спокойно не дергаясь какая-то стойка я уже показывал своем видеокурсе по стритай но повторюсь для тех кто еще с ним не знаком становимся в левостороннюю стойку левая нога спереди правая сзади ноги на ширине плеч так мы становимся очень устойчивыми и не упадем при толчке или ударе правую руку поднимаем голове и почесываем подбородок или щеку делая вид что просто думаем а левой рукой перекрываем солнечное сплетение придерживая правый локоть таким образом мы защищаемся от любого возможного удара и противник уже не застанет нас врасплох второе ровное дыхание очень важный момент так как от него зависит общее состояние тела нужно сразу постараться глубоко дышать таким образом ты опускаешь уровень адреналина и успокаиваешь сделай пять десять глубоких спокойных вдохов и выдохов но так чтобы это было тихо и незаметно для оппонента следующий пункт твердость в руках и ногах когда ты применишь правильную стойку и начнешь глубоко дышать то ты опустишь уровень адреналина и он придет в норму что в свою очередь уберет дрожь и ватность с рук и ног четвертое уверенный голос он также приходит с общим успокоением и пониманием того что ты готов любому развитию ситуации но также этот момент можно тренировать с напарником становитесь друг напротив друга и начинаете друг на друга кричать стараясь друг друга перекричать и морально задавить следующий момент уверенный взгляд глаза в глаза этот навык нужно тренировать это можно делать одному перед зеркалом или с напарником становитесь друг напротив друга и сверлите друг друга взглядом не отводя ли смотреть можно как в один глаз так и по очереди в оба глаза здесь главная задача сделать серьезное лицо и всем видом показать отсутствие страха и спокойствие важный пункт настрой идти до конца это важный момент который тренируется прежде всего автотренингом и самоустановка когда ты начинаешь глубоко дышать и смотреть противнику твердо в глаза то мысленно ты должен сам себя накручивать настраивая на серьезный и жесткий бой это можно делать с помощью таких фраз только дернись и я тебя порву одно движение я тебя сразу урой только замахнись дай мне повод тебя прорубить и все в таком духе таким образом ты себя заводишь и настраиваешь на любой исход разговора но внешне ты не должен показывать каких-либо эмоций просто уверенность и твердость я тебя уверяю что гопник почувствует твой внутренний настрой и не захочет дальнейшего развития события и последняя четкость и ясность ума это самый главный фактор который также развивается тренировками он появляется от знаний и практики у тебя должно быть понимание и знание того что делать в случае какого-либо развития ситуации например если сейчас агрессор ударит правый боковой то ты сделаешь нырок схватишь руками одежду и пробьешь правое колено в корпус или между ног добавишь локоть сверху и добьешь коленом в голове если агрессор ударит прямой удар рукой то ты выставишь локоть нанесешь 3-4 прямых удара руками и добавишь ногой по если он тебя схватит за бары или за шею то ты сразу проведешь пальцами по глазам добавишь колено в пах и добьешь локтем сверху в общем твои действия должны быть максимально простыми практичными и эффективными это короткие серии из простых надежных удар по самым уязвимым точкам противника такими как нос подбородок затылок кадык солнечное сплетение по коленные чашечки все это более детально я показываю в своем видеокурсе стрит тай самооборона на улице в стиле муай тай о котором я не раз уже упоминал с практической точки зрения но знаний недостаточно ты должен это все отработать до автоматизма на тренировку чтобы все эти приемы у тебя делались подсознательно и предельно четко также рекомендую нарабатывать максимально простые и эффективные приемы для самозащиты чтобы твоя мышечная память четко понимала что и от чего делать а не голова начинала перебирать все приемы которые ты знаешь и думать что лучше делать уклон или блок ударить прямой или боковой в реальной экстремальной ситуации этого времени нет все должно делаться на подсознательном уровне на уровне мышечной памяти все эти аспекты ты должен нарабатывать так как они являются основополагающими в конфликтной ситуации и могут решить ее даже до начала самой драки с уверенным в себе человеком который не показывает страха никто не захочет иметь дело а